Подшлемники из термоткани УИП. Мы сделали в этом году им немножечко другой дизайн. Я расскажу, в чем будет отличие. И расскажу, как отличать 4 модели друг от друга. Вот эта 101 модель, она совсем короткая. Она нужна для того, чтобы когда вы ее надели, у вас защищалось исключительно лицо и подбородок снизу. Вы потом, если наденете шлем, то вы прижмете этот подшлемник к подбородку, и у вас вся шея вот таким образом сейчас останется открытой. Она будет хорошо охлаждаться, и вы не перегреетесь, даже когда будет жар. Термоткань отличается тем, что она совершенно не впитывает сама влагу. Она всю влагу с вашей кожи отводит наружу, и там она либо испаряется, вот из-за того, что шлем внутри продувается, там какие-то сквознячки идут, и влага убирается. Либо влага с подшлемника переходит в подкладку шлема и уходит по этой ткани куда-то дальше. То есть у вас именно кожа сама остается сухая, потому что подшлемник собирает с нее воду и отводит в наружные слои. Это модель 101. Соответственно, следующая модель по длине, которая будет чуть длиннее, будет называться уже на циферку больше 103. Я вам расскажу, почему не 102, но чуть-чуть попозже. Вот 103 модель. Она такая же однослойная, то есть только термоткань, без подкладки, но по длине она получается немножечко длиннее. Если ее надеваешь, то получается шея закрыта до низа. Даже если надеваешь шлем и вот застегиваешь застежку шлемом, все равно шея получается вот так вот полностью прикрыта по самый низ. Если куртка с высоким воротником, то у вас подшлемник из-под куртки торчать не будет. Но если у вас куртка с низким воротником или, допустим, какой-то гоночный комбинезон, который вообще без воротника, то подшлемник может выбиться из-под куртки. Так, это 103 модель средней длины получается. Есть еще 104 модель, циферка 4, говорит о том, что у нее есть подкладка. То есть это 103 модель с внутренней подкладкой из флиса. Флисовая подкладка выглядит вот так вот. Я не знаю, с какой камерой будет лучше видно. Это просто тонкий слой флиса, 100% полиэстер. Он есть по всей площади под подшлемника внутри. И когда вы его надеваете, вам не только работает термоткань для переноса влаги наружу, но есть еще флисовая подкладка, которая бережет тепло вашего тела. Эта тема больше осенняя-зимняя. Это больше подходит для квадроцикла, для снегохода и для активных видов отдыха, типа езды на велосипеде, езды на сноубайке, лыжи, сноуборд, катание на велосипеде сверху с горы даунхилл по лыжным трассам. Вот это больше зимняя тема. Летом такой подшлемник может быть, если вы очень рано открываете сезон, нужен. Либо если вы ездите прямо до белых мух, то тогда приходится утепляться. Вы подшлем надеваете теплый подшлемник и при езде в около нулевых температурах вам будет тепло и комфортно. Значит, 104 модель, она по длине как 103, но с подкладкой. И вот это у нас есть еще супер длинная модель, которая называется 106. Длинную 105 мы делать не стали, потому что модель, закрывающая грудь дистонной ткани, она не имеет смысла. Поэтому мы длинную модель сделали только утепленную на флисовой подкладке. Вот это 106. Давайте я его тоже надену, покажу, как он по длине получается. У нас закрыто голова, лицо, у нас полностью закрыта вся шея. И у нас закрыт низ вверх груди, так, чтобы у нас не продувалось это все и не выбивалось, даже если у вас короткий воротник на кубке. 106 подшлемник это тоже зимняя тема. Оно может быть как моторизованное, типа снегохода, так и не моторизованное. То есть, допустим, взять такой подшлемник с собой в поход в какой-нибудь горный, либо для катания на лыжах в сноуборде. Состав верхней ткани это нейлон и полипропилен. Но полипропилен и нейлон это, в принципе, одно и то же одно коммерческое название, а второе просто название материала. То есть, здесь нет хлопка, здесь нет шерсти, здесь только синтетика. Он не впитывает влагу, он ее отводит наружу. Модели с четной циферкой в конце, то есть 104 и 106, они с флисовой подкладкой. Флис это 100% полиэстер. Размерный ряд бывает только из двух буковок. Буквка М и буковка Л. Эта буковка, она прописана на самом подшлемнике как элемент дизайна. Вот здесь вот, если вы посмотрите, вот это вот буковка Л. А М будет такая же, как здесь, но с двумя маленькими хвостиками. То есть, даже если вы потеряли или оторвали вот эту вот бирочку, где написан размер, то вы по внешнему виду самого подшлемника всегда сможете понять, какого он размера. Размер М покрывает размерный ряд от 52 до 58 сантиметров окружности головы. А от 59 до 64 это будет размер Л. Соответственно, если у вас голова меньше 52, либо больше 64, то, к сожалению, наш подшлемник будет вам не очень идти. Потому что в первом случае будут морщины и складки при надевании шлема. Он не будет прям плотненько облегать голову. А во втором случае он будет сильно давить на нос и будет некомфортно вам в нем ездить.